Теперь мы на спорте! Вы мне сказали, что сейчас находитесь в Петербурге и на программу прийти сейчас не сможете. Я сначала немножко расстроился, что гость такой слетает, а потом подумал, что в принципе это же значит, что конькобежный спорт в России, сезон конькобежного спорта в России, он стартовал и он пройдет, то есть пандемия ему не помешает, так ведь? Да, в принципе, да. Тогда каких успехов добились ваши спортсмены в Санкт-Петербурге и вообще что это были за старты, в каком составе туда ездили, чего добились? У нас туда ездили взрослые спортсмены и одна юниорка у нас участвовала, Алькова Анна. Значит, там был второй этап отборочных соревнований на первенство страны. Там каток открытый. Значит, первый этап проходил в Коломне, где Анна там не очень выступила, после болезни переболела ковидом, после сборов две недели не тренировалась. Значит, а в Санкт-Петербурге она выступила великолепно, выполнила норматив мастера спорта на дистанции 3000 метров. У нас 30 лет не было девушек мастеров спорта в школе. То есть это достаточно такой высокий результат для... Очень высокий результат. У нас сейчас мастера спорта выполнить очень сложно, потому что нормативы очень высокие. Поднялись нормативы за последние годы, получается? Да, вот после последней Олимпиады значительные усилили нормативы мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Ну, практически недосягаемый результат. Если не готовиться в крытых катках, бесполезно. Здесь подготовить в Кире невозможно. Ну, про крытые катки мы с вами чуть попозже поговорим. Сейчас, наверное, я не могу не задать вопрос, как отразилось на конькобежном спорте Кирова и Кировской области пандемия, которая до сих пор не закончилась. То есть кого-то из спортсменов из кировских она задела чуть меньше, кого-то чуть больше, потому что этап подготовки пришелся именно на пандемию, когда все было закрыто. А как с этим обстояли дела у конькобежцев? То есть когда начали тренироваться, вообще серьезно ли сместился график тренировок? Может быть, какие-то сборы пришлось отменить, перенести в другие города, в другие места? У нас началась, когда пандемия, у нас был переходный период. Это март-апрель. Вот, конец марта началась вспышка. Мы, апрель, в принципе, у нас переходный период. Мы обычно, ну, восстановительные тренировки, в бассейн ходим, вот, и занимаемся общей физической подготовкой на все группы мышц. Значит, так что нас вот эта первая вспышка практически не коснулась, будем говорить. Значит, подготовку начали с июня месяца, когда разрешили нам, значит, ну, в основном проводили занятия на улице. Дети у нас не тренировались, конечно, дети, вот, всем недавно начали тренироваться. Вот, а взрослые спортсмены, значит, маленькими группами на улице крутили велосипед, катались на роликовых коньках. Вот у нас в основном подготовка. Так что сильно нас, конькобежцев, не задело эта болезнь. А вообще, насколько отличалась подготовка к этому сезону от традиционной подготовки? То есть какие-то коррективы пришлось внести? Обязательно вносили, потому что вот у нас, нынче мы в лагеря не ездили никто, не один спортсмен у нас. Обычно мы июнь, июль, август ездим в лагеря на базе пионерских, проводим там учебно-тренировочные сборы. Вот, конечно, это все отменили и готовились дома. Также проводили двухразовые тренировки со средним-старшим звеном. Ну, в этом году вам, наверное, повезло, что в Кирове морозы пришли достаточно рано. Наверное, на «Динамо» уже достаточно рано успели подготовить лед для того, чтобы выйти в свою родную стихию. На две недели нынче мы вышли раньше на лед. Первого декабря, спасибо работникам «Кродинамо», значит, они очень постарались. Лед залили буквально с первых морозов, и мы первого декабря уже вышли на свой лед. Готовились на родине, значит, нас каждый год пускают, спасибо им тоже огромное, потому что без родины нам не подготовиться к Приволжскому федеральному округу. То есть как раз результаты первых стартов – это результат тренировок на предсезонных сборах, и первый лед, какой можно было получить, правильно я понимаю? Я посмотрел в группе конькобежцев Кирова, на стадионе «Динамо» уже сделали разметку. Получается, что скоро состоятся какие-то старты в Кирове, то есть вообще они состоятся в городе в этом сезоне, что-то планируется, или это разметка для тренировок? Нет, это мы уже сделали разметку на сезон, значит, разметку сделали, как только можно было сделать, мы сразу вышли, все тренеры и размечаем, разметили. 18 декабря у нас официальное открытие зимнего сезона, значит, 18 декабря. Это у нас проводим две дистанции, 500 и 1000 метров, участвуют юноши, девушки и взрослые спортсмены. Вот. График составлен соревнований на весь сезон с учетом российского графика. Планируется у нас трое российских соревнований. Это Привозский федеральный округ в середине января, в начале февраля приз Кирова, значит, где параллельно кубок страны проводится, и весной 5-7 марта приз Исаковой Марии Григорьевны. То есть, по сравнению с предыдущими сезонами турниров соревнований стало больше, или они остались в количестве... Примерно те же остались, примерно те же остались, сколько в те годы. То есть, в нынешней ситуации нужно радоваться, что в Кирове, в принципе, пройдут такие соревнования, и сезон конькобежного спорта у нас все-таки состоится, правильно? Да. Думаю, что хуже не должно быть, чем есть. Вот вы сказали, 18-го, 19-го декабря состоятся первые старты. Они все-таки будут внутриобластными, региональными или уже междугородними? Это областные городские соревнования. Память и эти соревнования посвящены заслуженному работнику физической культуры России Борису Дмитриевичу Суслову, нашему первому директору школы. Кто примет на них участие? Это только конькобежцы из Кирова? Ведь, насколько я знаю, в других городах области конькобежных секций, насколько я знаю, нет. В Кирово-Чапецке есть отделение. Вот они подъедут. Но к нам любят все приезжать на Приволжский федеральный округ, потому что качественный лед у нас здесь, и всегда они выполняют свои, так сказать, высокие секунды показывают, выполняют кандидатов, мастера спорта. Но давно мастеров, конечно, не выполняли, потому что нормативы очень высокие. Знаете, когда проводят соревнования по конькобежному спорту в Кирове, как правило, вот именно в эти дни в Кирове наступают очень серьезные морозы, 20-25 градусные. Насколько такие низкие температуры влияют на скорость конькобежцев, на качество льда, ну и, соответственно, на результаты? Ну вот у нас по правилам соревнований мы можем проводить, когда температура до 20 градусов, до минус 20, ниже мы, если еще даже штиль, мы не имеем права проводить. Поэтому до 20 градусов мы проводим, а ниже уже не проводим. Но последние годы зимы мягкие, так что как-то у нас вроде проблем не было с переносом или с отменой соревнований проводили. Но тем не менее всегда более низкие температуры влияют на качество льда. Очень сильно влияют. Ну, самое страшное у нас сейчас искусственное футбольное поле, дренаж очень мощный сделан. И рвет лед, когда морозы начинаются, он трескается, лед. Вот это самая беда-то у нас на сегодняшний день. Как бы его ни латали, все равно его рвет. В этом беда-то. То есть для конькобежцев оптимальный такой достаточно мягкий лед, я правильно понимаю? Ну, у нас вот обычно сама катуха бывает, когда вот или с тепла на холод, это лучше всего, или с холода на тепло, но немножко похуже, обычно с холода на тепло лед едет. А когда вот начинается с тепла на холод, подмораживает, небольшой минус, порядка 10-12 градусов в идеальные условия. Катуха – это вот то состояние льда, когда он наиболее такой раскатистый, я правильно понял? Да, наиболее раскатистый, абсолютно верно. Я знаю, что вы 4 октября отметили 65-летний юбилей. Позвольте хоть с опозданием поздравить вас, но первый вопрос – успели ли вообще хоть как-то отметить юбилей, потому что пандемия и все дела. То есть как-то вот отметили свой праздник? В семье, в семье дети пришли, значит, вся семья собралась, вот так отметили. То есть больших торжеств не устраивали? Нет, нет, не устраивали. Кроме того, что там 65 лет отметили, вы еще 25 лет руководите школой конькобежной, школой кировского «Динамо». У меня в связи с этим вопрос. Вы не прекращаете тренерскую деятельность, то есть вы и руководитель школы, и тренер. А чего в вас больше – руководителя и функционера, или все же тренера? Я тренером проработал, честно говоря, 40 лет. С 1 сентября 80-го года начал работать. Конечно, душа больше лежит к тренерской работе, если положа руку на сердце. Ну, в 95-м году назначили директором, значит, ну, эту лямку приходится тянуть, куда делать. Сложнее работать тренером или все-таки руководителем и функционером? Руководителем сложнее гораздо, чем тренером работать. А в чем разница? То есть какие сложности, если не секрет? Если не секрет, что... Сейчас очень много бумаг всевозможных, видите, много запретов. Значит, сейчас же чего? Раньше на это внимание не обращалось, а сейчас даже ребенка сейчас пальцем тронуть нельзя, уж не говоря. Ну, потом, сейчас же люди стали все очень грамотные, много жалоб начинают писать, чем-то недовольны быть. Приходится с каждой разбираться. Да, да, конечно. Сейчас же все-таки с людьми тяжелее намного стало работать, чем раньше. Такой вопрос касательно школы. Сколько сейчас ребят занимаются конькобежным спортом? Ну, и растет или остается на прежнем уровне количество вот этих занимающихся ребят? Вот вопрос-то очень интересный. У нас самый болезненный этот вопрос. Видите, вот в плавании, допустим, стоят очереди у быстрицы, значит, с трех часов утра занимает. У нас, конечно, всегда с набором были огромные проблемы, а сейчас в связи с пандемией, это с этой, конечно, тяжело нынче идет набор, но мы набрали, укомплектовали школу. У нас занимается на сегодняшний день по госзаданию 387 человек, ну, примерно 50 на 50, примерно 50 на 50, чуть больше, чуть меньше девочек, мальчиков. Но нынче хочется отметить, родители ведут за руку своих детей заниматься. Ведут и шестилеток, и восьмилеток, ну, мы обычно набираем с 9 лет. Вот у нас. А на первые старты когда ребята выезжают? В каком возрасте? Ну, где-то возраст 9-11 лет, младший возраст это 12-13 лет. Мы уже сегодня с вами говорили о крытых катках для конькобежного спорта. Пока готовился к программе, искал информацию о крытых катках, нашел информацию о четырех. Потом вы уже подсказали, что открылся пятый центр конькобежный в Иркутске. Первые четыре это Сочи, это Москва, это Коломна, это Челябинск. При этом в Сочи крытый каток, он давно перепрофилирован под теннис. В Крылатском, в столичном, ледовый комплекс, он давно перепрофилирован под ковид-госпиталь. Осталось всего два крытых катка. Ну, плюс третий в Иркутске, в котором пока турниров соревнований не было. Как в таких условиях готовить ребят, которые смогут на равных соперничать с теми же голландцами, где количество крытых катков, оно в разы больше, чем в России? Вот вопрос тоже очень интересный. Вот нынче, благодаря нашему министерству спорта, вот я вот тоже пользуюсь случаем, поблагодарил бы нашего министра Анну Александровну Альминову. Она всячески нам помогает, прежде всего финансами. Значит, довольно сложный этот вопрос финансовый всегда он был и будет для нашей области. Вот, провели мы нынче четыре сбора за счет московских денег. Она выделила нам московские деньги, значит, полностью мы их освоили. Плюс наши бюджетные областные деньги. Четыре сбора. Ну, дети у нас, конечно, они нацелены все тренироваться. И вот, ну вот, выход есть уже, вот появилась Алькова. Смирнов нынче бронзовую медаль у нас Данил завоевал на чемпионате страны в Мастарте. Вот, Варлыгин Данил в младшем возрасте, это наша порость, будем говорить, тоже серебряную медаль завоевал. То есть, вот, благодаря вот этим сборам под крышей, мы все-таки держимся на плаву. А народ у нас есть хороший, резерв растет очень хороший. Порядка, вот я вам скажу, таких способных, талантливых, вот, я так отслеживаю всех, ну, порядка 60-70 человек, очень способных девочек и мальчиков. То есть, можно надеяться, что через несколько лет они заявят о себе не только на всероссийских стартах, но и на международных каких-то соревнованиях? Я надеюсь, да. Вот у нас на сегодняшний день два члена сборной команды страны. Это Смирнов Данил и Алькова Анна. Ну, я думаю, что нынче у нас дело поправим. У нас доходило до пяти человек в сборной, когда вот бегал Алексей Суворов. У нас было там порядка пяти человек в составе сборной. У нас программа, получается, так закольцевалась. Мы начали с позитива, что все-таки сезон конькобежцев, конькобежного спорта в Кировской области, в России, он все-таки состоится. И закончили темой, что кировские конькобежцы, вероятнее всего, вскоре попадут в сборную России по этому виду спорта. Давайте будем надеяться, что ребят в национальной сборной из Кирова будет больше. Ребята достойно себя покажут на всех международных стартах. Ну, а я напомню, что в эфире была программа «На спорте». Я ее ведущий Антон Погудин. А гостем сегодняшней программы был тренер по конькобежному спорту Виктор Леонидович Володин. Всего доброго, спасибо. Вам спасибо, до свидания.